Дружеский шарж Тринадцать стульев Около метро Багратионовская Ну, Лилёк, это надо знать Это такой военный был Он ещё совет держал В Филёвском парке С кем-с кем? Скорее всего, с Кутузовским Только не знаю, где точно Потому что здесь два выхода С утра на метро езжу Зачем-зачем? Вспоминаю станцию На которой проживаю У меня лилёк все станции И перемешались У меня в голове Если говорить честно и откровенно Полная каширская А сейчас у трубки какая-то Щёлковская Ну, Лилёк, тут вообще странные автоматы Я при входе в метро В один автомат Бросил две копейки Он меня ни за что ударил По ногам Да, Лилёк, скажи честно До какой станции Лучше всего Ползти До Рижской Далеко Могут заметить Но до Рижской удобно Я с Рижской сразу Перейду На Жигулёвская Всё, Лилёк Мчусь Сулу Йо Дорогие товарищи Мне Для следующих породий Необходимо напомнить вам Один старый анекдот Ночью В дом, где уже все спят Постучали И тихо спросили Хозяева Вам дрова не нужны? Хозяева отвечают Нет, не нужны На следующее утро Хозяева просыпаются Во дворе дров нет Вот как бы этот же самый анекдот Рассказал известный советский поэт Роберт Рождественский Это было Когда не помню Важно только Что это было Что же это Если не подлость Не отрыжка Старого быта Душу гнев Раздирает клочья Это все же Уметь Надо Унесли Со двора Ночью Увели У меня Гады Не нужны, мол Босят Хрипло Я с просонок Сказал Тутки А хозяйка И вовсе Дрыхло Что ты Бабы Возьмешь Дура Во вселенной Шарик наш вертит Он с орбиты Своей Не слазит Неужели В тридцатом Веке Тоже будут Дрова Лямзить Я от мысли Такой Горблюсь Но не лезь же с утра В петлю Я поэт Человек гордый Напишу-ка еще Песню Почему же я хотела Жить Всегда позабываю Слово какое-то Трудное По производственной Необходимости Вообще-то Мне девушки Нравятся Только я их боюсь Очень Я не знаю Про что с ними Говорить надо Я ни за что Первым Не могу подойти Она сама Ко мне на кухню Пришла Прям подошла И говорит В этот бульон Так пересолили Я даже растерялся Я говорю Какой же это бульон Это же компот Она говорит Если это компот Почему в нем Цыпленок плавает Я говорю Потому что Он еще маленький Летать не может Она сразу Тогда скажите Фамилию Я говорю И фамилии у него нету Он инкубаторский Она говорит А вы Я говорю Я тоже Ну так и познакомились Потом уже стали Часто-часто Встречаться В кабинете директора А директору Это надоело Он говорит Давай расчет бери Или женись на ней И трави ее дома Пришлось к ней домой А дверь открыла Какая-то жизнь Наверное мама ее Она говорит Вам чего Я говорю Жениться пришел А тут ее папа вышел И говорит Тогда заходите А вы ее папа Он говорит Нет я ее муж Я говорю А я кто Он говорит А ты нахал Из кулинарного техникума Я говорю Тогда дайте мне хоть справку Это для директора Что она замужем Он говорит Я тебе сейчас дам справку Что у тебя сотрясение мозга Я говорю Но у меня же нет сотрясения Он говорит Но сейчас будет Хорошо что я быстро бегаю АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ